Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Из сегодняшнего выпуска вы узнаете о создании нового структурного подразделения проектной организации SkyWay, о повышении квалификации сотрудников в рамках освоения передовых технологий, осуществления расчетов и проектирования, о тестировании новых режимов движения транспортных средств на тестовых участках в экотехнопарке, о проектных работах, связанных с расширением производственных мощностей и строительством инновационного центра SkyWay в Шардже, Объединенные Арабские Эмираты, а также о ходе работ на объектах проектной организации на Ближнем Востоке и в Беларуси. А теперь обо всем этом подробнее. В Закрытом акционерном обществе струнной технологии сформировано новое структурное подразделение Управления капитального строительства. В состав подразделения вошли специалисты и отделы, которые будут осуществлять и контролировать строительство всех объектов Закрытого акционерного общества струнной технологии как на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами, то есть в перспективе во всех уголках земного шара. Новая группа инженеров проектной организации прошла обучение основам прочностных расчетов, методам конечных элементов на базе платформы 3D Experience, что в дальнейшем позволит сократить срок создания новых изделий за счет более детальной проработки узлов и деталей на ранних этапах проектирования, а также в целом повысить качественный уровень выпускаемого компанией продукта. В экотехнопарке SkyWay на новый этап вышла работа по отладке автоматических режимов движения транспортных средств. Проводился анализ отказов, создавалась их классификация в рамках утвержденной концепции безопасности. Отлаживались системы регулировки интервалов и обеспечения безопасности при движении транспортных средств в виртуальной сцепке. Впервые работу системы в данном режиме планируется продемонстрировать на Экофесте 2019, который состоится в августе этого года. Гости фестиваля смогут не только увидеть работу систем SkyWay, но и лично совершить поездку. В связи с необходимостью увеличения мощностей по производству транспортных средств и существующими планами по освоению транспортного рынка Ближнего Востока, Управлением проектных работ начата проработка нового индустриального объекта, который войдет в состав производственной базы SkyWay. На других промышленных объектах и в новых административных зданиях продолжаются отделочные работы, укладка коммуникационных сетей и благоустройство прилегающих территорий. Разработана проектная документация по первому этапу второй очереди строительства инновационного центра SkyWay в Шардже, который включает в себя сооружение грузопассажирского комплекса с жесткой путевой структурой и новым типом подвижного состава, включая транспортные средства для перевозки морских контейнеров длиной 20 и 40 футов. Документация передана консультанту в Объединенных Арабских Эмиратах для адаптации проекта на соответствие нормам. Строительные работы на всех объектах продолжались в штатном режиме. Один из уже возведенных транспортных комплексов подвергся модернизации, призванный позволить разработчикам получить новые данные о работе систем, которые в дальнейшем будут использовать в коммерческих проектах. Продолжались работы по сооружению двух принципиально новых транспортных комплексов SkyWay в Мариной Горке и в Шардже. Таков уже наш ставший традиционным отчет за неделю. Следите за обновлениями на наших официальных сайтах, подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наш проект, пока еще осталось время. Строй SkyWay, спасай планету! Строй SkyWay Строй SkyWay Строй SkyWay Строй SkyWay Строй SkyWay Строй SkyWay Строй SkyWay